Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. И море вас шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. США, Тайвань, Казахстан. Вообще кошмар. За всю мою жизнь первый раз такое вообще. Болгария. Как будто бомба упала. Италия. Кто знал, что вода хлынет так стремительно? Мы потеряли всё. Пакистан. Испания. Китай. За кровавой пеленой войны, окутавшей нашу страну, мы перестали замечать более широкую картину мира и те катастрофические события, которые продолжают накаляться во многих регионах планеты. Ураганы, смерчи и землетрясения разъярились до невиданных масштабов. В России за последние годы резко увеличились площади лесных пожаров. Аляска переживает крупнейший сезон пламенных стихий в истории. В Чехии за год в среднем выгорает 9 гектаров леса. А на конец сентября этого года огонь уже уничтожил почти 1500 гектаров. Это в 158 раз больше обычного. В то же самое время города утопают от наводнений. Только в Италии за одну ночь на провинцию Анкона обрушилась полугодовалая норма осадков. Еще более ужасающие наводнения настигли Австралию и Южную Африку. За 9 месяцев 2022 зарегистрировано более 35 тысяч ежедневных рекордов выпадения осадков и более 100 тысяч рекордов максимальных температур. В Китае впервые в мировой истории волна жары, достигающая 45 градусов по Цельсию, держалась 79 дней подряд. Под удар экстремальных температур попали 900 миллионов человек. Чтобы люди могли спастись от невыносимого зноя, были открыты бомбоубежища. Жесточайшие засухи ударили по многим регионам. Пересохли реки и водоемы, местами остановилось судоходство. Обострился энергетический кризис. Счета за электроэнергию выросли многократно. Засуха уничтожила урожай, что привело к беспрецедентному росту цен на продукты питания. Водный кризис достиг рекордного уровня. Под угрозой оказался доступ к питьевой воде. Ни одна даже экономически развитая страна не застрахована от этой проблемы. Миллионы людей застыли в ужасе от ожидания глобального кризиса, который постигнет мир уже в ближайшие годы. Знаю-знаю, о чем вы сейчас подумали. Хорош нагнетать. Ведь катаклизмы были во все века, поэтому ничего удивительного мы в этом сюжете не услышали. Давайте так. 30 минут вашего времени и ироническую ухмылку на ваших лицах сменит глубокая задумчивость от переосмысления привычного понимания вещей, происходящих на нашей планете. В этом видео вы узнаете, почему ледники тают не от солнечного света, а океан прогревается даже на самом дне. Где и когда зафиксировано землетрясение на глубине 700 километров и почему наука называет это невозможным. По какой причине аномальные явления стремительно начали расти с 1995 года. Исполнение каких древних пророчеств сбывается на наших глазах сегодня. Почему независимые ученые считают, что человечество исчезнет уже через 14 лет. Кто такие ротарианцы и как их теория спасения может тебя убить? И можно ли на самом деле пережить конец света? Начнем с весьма любопытных фактов, с одной стороны лежащих на поверхности, с другой – тщательно скрываемых сильными мира сего. Ни для кого не секрет, что одним из признаков глобального изменения климата является таяние ледников, самые известные и масштабные из которых находятся в Антарктиде. Однако далеко не всем известно, что они тают снизу. То есть под воздействием не Солнца, а каких-то подземных энергетических сил. К тому же, начиная с 1995 года, скорость таяния льда в Антарктиде выросла на 65%. Не менее интенсивные аналогичные процессы можно наблюдать и на другой части планеты – Гренландии. Исследования октября 2020 года показали, что сейчас лед в Гренландии тает быстрее, чем когда-либо за последние тысячелетия. Только за 2019 год ледяной покров Гренландии потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений – 600 миллиардов тонн. Удивительно и то, что под поверхностью ледника, толщина которого полтора километра, образуются огромные озера. На сегодняшний день уже известно о шестидесятках подводных озер Гренландии. Температура окружающего их льда составляет в районе минус 28 градусов по Цельсию. Но эти озера почему-то не замерзают. Как такое возможно? Подобные поражающие аномалии происходят и в океанских просторах. Только представьте, что всего за 30 лет потепление океана увеличилось на 450%. Самым страшным фактом является то, что океан нагревается не только на поверхности, но и на глубине. Группа исследователей из США обнаружила, что средние глубины океана за последние 60 лет нагрелись в 15 раз быстрее, чем за предыдущие тысячи лет. И эта прогрессия нарастает с каждым годом все быстрее. На данный момент в науке нет объяснения, откуда берется такое количество тепла. Рассматривается только теорией нагрева океана от Солнца и от выбросов парникового газа СА2 человека. Но эти причины могут объяснить нагрев только в верхних слоев океана на глубину до 200 метров, потому что солнечные лучи не проникают глубже. Максимально нагреться от Солнца вода может до 700 метров в результате перемешивания. Как же объяснить многочисленные факты прогрева глубинных слоев океана? Вдумайтесь, сколько нужно энергии, чтобы прогреть такой объем воды, как мировой океан? По оценкам ученых, для того, чтобы океан нагревался с такой скоростью, как сейчас, необходимо столько энергии, сколько выделиться, если каждую секунду в течение года взрывать 5-7 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Однако примеры такого аномального нагрева сегодня мы видим повсюду. Также профессор Артур Ветеите обнаружил, что с 1995 года начала стремительно расти сейсмическая активность тонких океанических плит посреди океана. Плюс ко всему, сегодня действительно наблюдается беспрецедентный рост землетрясений. Буквально начало происходить нечто необъяснимое. В 2015 году в районе Японии было зафиксировано землетрясение на рекордной глубине 751 километр. Такое ранее не наблюдалось и, более того, наука считалась невозможным. Предполагалось, что землетрясение происходит только в земной коре и в верхней мантии, когда ломаются и смещаются блоки литосферных плит. На большой глубине вещество более пластичное и ведет себя не как хрупкое стекло, а скорее как пластилин. Ломаться здесь нечему. Но последние годы повергли науку в неожиданное потрясение в прямом и переносном смысле. Также на планете растет количество зафиксированных раёв землетрясений, то есть скоплений ритмичных ударов. Для роя характерны близкие по значению магнитуды сейсмособытий, происходящих с коротким интервалом в одном месте. Количество сейсмособытий в отдельных раях землетрясений выросло с единиц и десятков до сотен, а иногда и тысяч. Выросли их магнитуда и продолжительность. Причём раи фиксируются теперь не только в зонах разломов и возле вулканов, но и в более стабильных регионах. В районе Палкхар в Индии, расположенном в устойчивом континентальном регионе, в сентябре 2018 года начался рог землетрясений и продолжается до сих пор. Только за два года на небольшом участке произошло около 5000 землетрясений магнитудой до 3,8. А то, что происходит с августа 2020 года в проливе Брансфилд у западных берегов Антарктиды, учёные охарактеризовали огромным магматическим вторжением. За шесть первых месяцев было обнаружено около 85 тысяч землетрясений, максимальная магнитуда которых достигла 6. Для сравнения, до 1995 года по всей Земле фиксировалось не более 15 тысяч землетрясений в год. А сейчас магма буквально пожирает литосферную плиту изнутри. За полгода она прошла две трети пути до поверхности. До катастрофического прорыва остаётся всего 5 километров толще пород. Под натиском массированной атаки из недр Земли более тонкая океаническая кора уже сдаёт свои позиции. Океан пока сдерживает эту мощь, но извержение переходит в наземную фазу. Тонга – яркое тому доказательство. Здесь самое большое количество глубокофокусных землетрясений. От извержения лишь одного вулкана с забавным названием Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января 2022 года пострадало 80% населения близлежащего региона. Если на такое способен один вулкан, то чего ожидать от массового извержения наземных вулканов? Ведь уже сейчас наблюдается их синхронизация. Но ещё большую угрозу таят в себе те вулканы, которые ещё не проснулись. Таких гигантов, как Йеллоустонг, Кампифригей, Эльбрус, Лаах, Кикай называют вулканами Судного дня, потому как извержение каждого из них может привести к вулканической зиме и исчезновению всего живого на планете. Что-то сдерживало их мощь всё это время истории, но сейчас они уже демонстрируют признаки активации. В чём же причина всех этих природных аномалий? К поиску ответа на этот вопрос подключилось сразу несколько исследовательских групп учёных. Они обнаружили тот факт, что под Гренландией, так же как и под Антарктидой, расположен мантийный плюм, то есть гигантский очаг магмы. Геотермальные потоки, идущие из его недр, являются причиной подлёдных озёр, таяния ледников, аномального нагрева океана и других озвученных ранее катаклизмов. Но что поспособствовало такому яростному и стремительному пробуждению магмы под толщей Земли? Как известно, наша Земля имеет некое планетарное магнитное поле, защищающее нас от опасного галактического и солнечного излучения. Учёным удалось установить, что магнитное поле Земли ослабло на 9% за последние 200 лет. В результате этого между Африкой и Южной Америкой образовалась область слабого магнитного поля, известная как Южно-Атлантическая аномалия. Быть может, во время просмотра данного видео вам уже бросилась в глаза одна дата. Да, именно с 1995 года начали происходить радикальные климатические перемены и глобализация мировых катаклизмов. Почему? По одной из версий, всё дело в том, что как раз в тот год в ядре нашей планеты стали происходить необратимые разрушительные процессы, вызванные резким ослаблением вышеупомянутого магнитного поля. И как следствие, в 1998 году учёные, наблюдающие при помощи спутников за центром массы Земли, зафиксировали резкое скачкообразное микросмещение ядра. В результате скачка ядро резко сместилось на север по направлению к полуострову Таймыр в Сибири. Что происходит сейчас в Сибири? То, чего раньше там никогда не происходило. На северных широтах Сибири в последние несколько десятилетий фиксируется ряд крайне аномальных явлений. Таяние вечной мерзлоты снизу, жуткие пожары, охватывающие необъятные площади и даже аномальные пожары под снегом, а также невиданное доселе закипание воды в колодцах. Он пригласил, сказал, вода тёплая в колодце. Мы не поверили, пришли. Он нам показал. Ну тогда она действительно была ещё тёплая. А потом уже всё горячее и горячее. Он говорит, я теперь уже руку не могу там держать. То есть вообще кипяток был. Ну и всё. Вот так вот мы отреагировали. Предложили баню построить на этом месте. Более того, вот уже 20 лет учёные наблюдают, что Сибирь нагревается в 3-4 раза интенсивнее всего остального мира. В тот же период времени на станции Медичина в Италии учёные зафиксировали резкий скачок силы тяжести на поверхности Земли и увеличение скорости вращения планеты, что объясняет странные ощущения более быстрого хода времени в сутках и в году. Помимо всего прочего, возросла центробежная сила, из-за чего магматические очаги начали всплывать ближе к поверхности, что увеличило геотермальный тепловой поток и количество землетрясений. Начали формироваться новые разломы и трещины, по которым вода с поверхности стала уходить вглубь Земли. Совсем скоро вы узнаете, к какому кульминационному событию приведут все эти аномальные явления природы и когда это произойдёт, по оценкам учёных. А пока давайте коснёмся крайне нестандартного аспекта данной темы. Понимаем, что когда перед глазами мелькает слово «пророчество», многие включают режим скептицизма на максимум. Однако, как минимум, ради расширения кругозора мозгу стоит переварить эту информацию. Существует множество различной литературы, претендующей на статус пророческой, однако официально самой фундаментальной и известной книгой, содержащей тысячи пророчеств, является Библия. Так вот, в контексте всех этих научных исследований о сдвиге ядра Земли, до мурашек звучат слова пророка Исаии, записанные ещё в VII веке до н.э. Через перо пророка Бог проговорил следующее. «Потрясу небо, и земля сдвинется с места своего, от ярости Господа Саваофа». Связаны ли эти пророческие слова с событиями, происходящими с нашей планетой сейчас? Вопрос непростой. Во-первых, пророческий текст часто насыщен символическими образами и не несёт буквальный характер. Во-вторых, чтобы правильно трактовать пророчество, нужно понимать, к какому периоду времени оно относится. В данном случае, окончание текста указывает на день пылающего гнева Божия. Воображение тут же рисуют в финальный апокалипсис, однако в начале главы сказано, что это пророчество о Вавилоне, и многие богословы подтвердят, что речь идёт об ужасном замешательстве и опустошении, которое пришёл древний Вавилон в результате свержения его империи Медянами и Персами в 539 году до н.э. Однако квалифицированные экзегеты хорошо знают, что библейское пророчество нередко относится одновременно как к эпохе древнего мира, так и к заключительным событиям в истории человечества. Поэтому остаётся немало теологов, убеждённых, что данное пророчество описывает не только триумф империи Персов, но и грядущий судный день, который найдёт на весь мир и будет сопровождаться аномальными катаклизмами. Разумеется, у кого-то от этой информации мозг вскипает, как вода в колодцах Сибири. Поэтому мы затронем ещё всего лишь одно, более очевидное пророчество, произнесённое уже самим Иисусом. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Так, с землетрясениями и другими ужасными явлениями вроде бы как мы уже разобрались. Там всё сходится. А что насчёт знамений с неба? Поразительно, но исходя из исследований учёного в области изучения гравитационных полей профессора Юрия Баркина, в уже знакомый нам 1998 год также синхронно произошли скачкообразные изменения природных процессов на Солнце, Луне, Марсе и других небесных телах Солнечной системы. И это произошло тоже из-за смещения их ядер. Как думаете, может ли это всё являться частью исполнения библейских пророчеств? «И будут знамения в Солнце и Луне и звёздах, а на Земле уныние народов и недоумения, и море вас шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются». В общем, любопытно будет почитать ваше мнение по поводу услышанного в комментариях. А пока позвольте задать два резонных вопроса в этой связи. Во-первых, хоть может всё на самом деле не так катастрофично, и вся эта стремительная сейсмическая прогрессия вызвана лишь увеличением количества сейсмодатчиков на планете. Стало быть, во все времена было столько же стихий, а в конце 90-х наука сделала шаг вперёд, и теперь выяснилось, что, оказывается, матушка природа местами любит пошалить. Да, это был бы серьёзный аргумент, чтобы прослабиться. Но, увы, посмотрите на этот график. Чёрными точками непрерывно видны события, которые стали регистрировать на планете, что говорит о высокой плотности сети наблюдений. Уже с 1973 года по всему миру было установлено такое количество сейсмостанций, которое позволяло фиксировать все землетрясения магнитудой 4 и выше, независимо от того, где они происходят. Из этого следует второй вопрос. Если всё так прискорбно, и планета неумолимо приближается к тотальной катастрофе, тогда почему мировое правительство и официальное научное общество не бьёт тревогу и не предлагает какие-то решения? Сегодня на весь мир и звучат две противоположные теории. Первая. Климат меняется в результате выброса антропогенного СО2 и пластика, так что нужно просто переходить на бумажные пакеты и электросамокаты, и тогда рано или поздно всё стабилизируется. Вторая. Глобальных изменений в климате нет, так что вообще не парьтесь. Какой из теорий доверять? Или, быть может, истина кроется где-то посередине? А что если есть ещё другое, совершенно иное объяснение? К сожалению, человечество в погоне за наживой, комфортом и технологическим прогрессом и вправду само разрушает планету, на которой живёт. Однако выбросами химических веществ и мусора невозможно объяснить ряд природных аномалий, среди которых нестабильность земного ядра и ускорение нашей планеты. Каковы же реальные первопричины происходящего? Самая свежеиспечённая версия, набирающая с каждым днём всё больше популярности, изложена Международной неправительственной организацией Rotary International, объединяющей независимых учёных, предпринимателей и общественных деятелей, которые стремятся спасти этот мир от скорой гибели. Свою теорию происходящего они обнародовали в трёхчасовом докладе 16 октября этого года, который переводился параллельно на 14 разных языков. А здесь мы постараемся изложить её суть за 3 минуты на одном, понятном для нас языке. По версии ротарианцев, аналогичные изменения в нетрах Земли, которые мы наблюдаем сейчас, происходили перед пиком сокрушительной катастрофы чуть больше 12 тысяч лет назад, когда глобальные температуры взлетели на целых 15 градусов по Цельсию всего за несколько лет. В это время происходили экстремальные наводнения и стихийные бедствия, интенсивное повышение уровня моря, остановился Гольфстрим. Основываясь на анализе спутниковых снимков, учёные заключают, что 10-13 тысяч лет назад в пустыне Сахара и в других регионах сформировались крупнейшие дюны, что говорит об огромной силе ветров. А также в тот период, как и сейчас, происходило резкое ослабление магнитного поля и смещение полюсов, что вызвало извержение вулканов, которые, в свою очередь, вызвали вулканическую зиму около 13 тысяч лет назад и оледенение по всему миру. Это событие привело к массовому вымиранию мегафауны. На северных склонах Сибири во льдах были обнаружены тысячи замороженных мамонтов и других млекопитающих. В итоге, Ротари Интернешнл выдвигают теорию, что подобные глобальные природные катастрофы цикличны и случаются каждые 12 тысяч лет. Эта цикличность имеет галактическую природу, то есть связана с циклом вращения галактики. Излучение из центра Вселенной каждые 12 тысяч лет воздействует на Солнечную систему и каждую из её тел. Кроме того, на планету каждые 12 тысяч лет идёт неизвестный поток мощнейшей космической энергии из центра Вселенной. Это высокоэнергетическое воздействие происходит на микроуровне и обладает огромным потенциалом, который способен спровоцировать сдвиг ядра планеты. И сегодня, опираясь на аналитику геометрической прогрессии нарастающих землетрясений, а также на детальный анализ геологических данных, учёные из Ротари Интернешнл приходят к заключению, что уже в 2028 году жизнь будет практически невыносимой. Кстати, любопытно подметить, что опять фигурирует 2028 год, который мы уже упоминали в видео даты дьявола. Кто ещё не успел его посмотреть, очень рекомендуем. А в 2036 году произойдёт глобальная катастрофа, которая приведёт к концу всего человечества. Как относиться к данной теории? Бояться? Насмехаться или просто проигнорировать? Обсудим это ровно через 5 минут, после того, как покажем вам кульминационную вырезку из доклада Ротарианцев, где описана подробная модель тех событий, которые будут происходить в последние минуты жизни нашей планеты. Поверьте, такого вы ещё точно не видели. Масштаб событий мы вывели, исходя из той прогрессии, которую удалось оценить по росту числа силы землетрясений. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему растрескиванию коры нашей планеты. Магма через эти трещины начнёт подниматься в той геометрической прогрессии, которую вы видели на графике. Далее это привезёт к тому, что местами будут происходить микроразрывы в коре. Это увеличит магматическую активность. И она будет нарастать ещё больше, пока не спровоцирует то, что в самой тонкой части коры, в океане, произойдёт масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдёт с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения. И именно там самая тонкая кора на планете. Всего 5 километров. Вначале, когда небольшое количество воды встретится с магмой, первый раз корур прорвёт магма, которая резко взорвётся. Затем произойдёт серия микровзрывов. Мы говорим микровзрывы, хотя по факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдёт самое ужасное. Чтобы понять, что происходит дальше, покажем вам эксперимент. Видите, что произошло при встрече воды с раскалённым металлом? А теперь умножьте это в сотни миллиардов раз. Гигантский объём магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвёт Марианский жёлоб. И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиардами кубометров магмы. За счёт резкого распада океанической воды произойдёт выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдёт огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в тысячи раз превышать весь запас ядерного оружия, имеющегося на Земле. Под сильнейшим давлением океан не просто закипит, он взорвётся. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвёт нашу атмосферу. Атмосфера свернётся подобно одеялу. Её просто сдует солнечным ветром. То есть нашу атмосферу сметёт в буквальном смысле слова со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар, направленный внутрь нашей планеты. Потому что 11 километров толщи воды в Марианской впадине — это огромнейшее давление в точке, где произойдёт взрыв. И это давление, в свою очередь, отразится на гидроударе. Произойдёт мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет тангенциально расходиться. И это спровоцирует дополнительные кавитационные процессы. Это приведёт к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это буквально разорвёт планету изнутри. Магма от такого удара будет вести себя как газообразное вещество. Все вулканы, трещины, разломы, все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю зальёт лавовыми потоками, так же, как это произошло на Марсе. Естественно, вследствие удара внутреннее ядро отскочит, и движение внешнего ядра остановится. Наша планета умрёт. Этот процесс займёт всего несколько минут. Вследствие остановки ядра исчезнет электромагнитное поле и гравитационное. После этого все спутники упадут с околоземной орбиты, в том числе и Луна. Если Луна будет находиться над восточным полушарием, то она будет отброшена взрывом и притянется Солнцем. А если Луна будет находиться над западным полушарием, то в момент, когда гравитационное поле пропадёт, она упадёт на Землю. Но нам, людям, это уже ничем не будет угрожать. Так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. Да, эпично, не так ли? Но может ли это всё быть правдой? Скажем, в том, что в недалёком прошлом действительно была глобальная природная катастрофа, лишившая жизни большую часть живого на планете, здесь сомнений нет. Только скорее это произошло не 12 тысяч, а в районе 5 тысяч лет назад, и источником той катастрофы была отнюдь не цикличность галактики. А что касается событий, описанных в будущем, нечто подобное точно совершится. Мы лишь вновь не можем согласиться с первопричинами этого всего и с прогнозированием конкретных дат. А в остальном, перспектива схожего финала более чем реальны. Почему? Позвольте в завершении данного видео поделиться ещё более шокирующей информацией, которую некоторые посчитают безумием и забудут, а другие примут как истину и смогут себя спасти. Эта информация основывается на библейских пророчествах. Вопреки ошибочному мнению, что всё написанное там это человеческий вымысел и не более чем психологическая натяжка, в действительности это не только источник мудрости и надежды, но также поразительное освещение прошлого и грядущего. Сотни библейских пророчеств уже сбылись с удивительной точностью, но то, что по её описанию будет происходить с нашей планетой в последние дни истории человечества, приводит читателя в благоговейный трепет. Апостол Иоанн в книге Откровения так описывает заключительное событие перед концом нашего мира. «Я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосяница, и луна сделалась, как кровь, и звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смокуи свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих». Просто поразительно, как близко это описание конца к той модели, которую вывели учёные из Ротари Интернешнл. Хотя пророк записывал это видение более двух тысяч лет назад. При этом мы убеждены, что первопричиной всех этих событий будет не безликая энергия из центра вселенной. Нет, у Творца и Правителя всего живого есть имя – Господь. То, что происходит на планете сегодня, в подавляющем большинстве спровоцировано разрушительным образом жизни человека. Но то, что будет вершиться в будущем с ядром земли, вулканами и океанами – во власти единого Бога. Священное Писание провозглашает «В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его». Библия повествует, что на самом деле Бог создал людей для вечной жизни в абсолютной гармонии и любви. Но, к сожалению, человечество выбрало другой путь, отвернувшись от Создателя и законов подлинного счастья, обрекая себя на вечную смерть. Однако Бог настолько сильно любит людей, что пришел в наш мир как человек по имени Иисус и умер за нас, чтобы все, кто поверит в Него и оставит свой прежний греховный образ жизни, были спасены для вечности. Иисус был распят на кресте и на третий день воскрес, тем самым демонстрируя, что все верующие также, даже если умрут, оживут в день Его Второго пришествия. Сегодня мы своими глазами можем наблюдать, как исполняются пророчества, предзнаменующие это событие, как в природных аномалиях, так и на религиозном и политическом фронте. Придет ли Судный день в рамках тех дат, которые озвучивают независимые ученые в контексте нарастающих катаклизмов? Насколько реально, что назревающая ядерная война может ускорить эти процессы, и есть ли подтверждение этому в библейских пророчествах? Каким образом это все связано с Ватиканом и папской энцикликой «Ла Дата Си», опубликованной в 2015 году, которая как раз посвящена проблемам экологии и защите окружающей среды? Обсудим это в ближайших видео, так что не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А пока нам важно услышать простую библейскую истину. День Господень так придет, как тать ночью, то есть неожиданно, ибо когда будут говорить «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Все так и происходит. Сегодня, несмотря на то, что в нашей стране война, и где-то порой в новостях мы можем услышать о стихийных бедствиях, глобально нас обнадеживают светлым будущем нашей планеты. Нас убеждают, что все пройдет, все наладится. Даже талантливые ученые из Rotary International уверяют, что у человечества есть шанс на спасение, если мы уже сегодня начнем создавать некое созидательное общество, в основании которого лежит взаимоуважение и любовь. Они верят, что можно создать рай на Земле, установив новый мировой порядок. Тогда нам удастся высвободить потенциал самых величайших умов человечества, 99% из которых сегодня работают на алчное правительство в закрытых лабораториях, разрабатывая новые виды оружия. А если их всех объединить за одним столом, они смогут придумать решение для спасения от грядущих глобальных стихий. Однако из предложенного решения по спасению планеты исключен ее создатель, Единый Бог, поэтому оно изначально обречено на провал. Это может стать лишь еще одной уловкой самого дьявола, чтобы отвлечь наше сознание от реального источника спасения и погубить как можно больше людей. Библия же торжественно возвращает нас в реальность. «И все же придет День Господень, когда никто не будет ждать Его. Тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса, распадутся раскаленные стихии, и вся земля с делами людскими будет предана суду. И тогда все увидят Сына Человеческого, нисходящего в облаке с силой и славой великой». Для тех, кто бунтует против Бога и продолжает творить беззаконие, этот день будет страшным апокалипсисом. От него невозможно будет спрятаться на самой высокой горе и укрыться в самом глубоком бункере. Но для тех, кто искренне поверит в Господа и раскается в своих грехах, это будет самый счастливый день. Пророчество заканчивается словами надежды для верующих. Когда же все это начнет сбываться, воспряньте и поднимите головы. Освобождение ваше близко. Вот где-то так, друзья. Понимаю, что для многих это прозвучит странно, быть может, наивно и фантастически. Однако наша миссия поделиться этой информацией. Что теперь с ней делать? Решать вам. Для тех, кто заинтересовался темой библейских пророчеств и хотел бы в целом изменить свою жизнь согласно ее вечных принципов, приглашаю вас перейти по ссылке в описании под этим видео, а также подписаться на данный YouTube-канал. Самое интересное только начинается. Единомышленников, прошу помочь распространить данный ролик по всем возможным группам и чатам, чтобы как можно больше людей услышали эту весть. Мирного неба всем нам. Надеемся. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!